Соль с земли – это выражение, знакомое каждому, но не каждый знает, откуда она берется. Сейчас соль можно найти в любом магазине, но в древности ее добыча стоила очень дорого, поэтому она очень ценилась людьми. В городе Величко как раз сохранились одни из самых древних и обширных соляных шахт. Город Величко находится недалеко от Кракова, старой столицы Речи Посполитой. Соль образовалась много миллионов лет назад, это были древние отложения моря. Люди стали добывать соль в древности, еще порядка около 5000 лет назад. Из соляных рассолов люди выпаривали соль, а потом они стали углубляться колодцами под землю и добывать рассол из колодцев. И впоследствии, в XIII-XIV веке, в Величке появились обширные шахты. Добывали в шахте в основном колотую соль. Но также соль еще добывалась методом выпаривания, но больше всего ценились так называемые болваны. Это такие большие глыбы соли, самородной соли. Она была самой дорогой из всей соли, которая добывалась в Величке. Шахта в Величке имеет 9 горизонтов. Первый горизонт находится на глубине 67 метров, а последний, девятый, на глубине 327 метров. Общая длина всех штреков в Величке около 250 километров. Но также помимо штреков в Величке было выработано огромное количество больших залов, так называемых камер. И эти камеры использовались шахтерами в качестве храмов. В Величке зародилась большая и очень интересная традиция резьбы по соли. Поэтому в стенах часовен и храмов подземного комплекса экскурсанты могут наблюдать огромное количество изображений, скульптур, барельефов. Самой большой часовней является часовня Святой Кинги. По легенде, королева принцессы Кинга была дочерью венгерского короля. И согласно легендам, именно она открыла соль в Величке. С 1978 года шахты Величке признаны объектом наследия ЮНЕСКО. В год их посещает около полутора миллионов туристов. Но на самом деле традиция экскурсии в Величке зародилась еще в XVIII и XIX века. Эти шахты посещали многие знаменитые люди, государственные деятели. И даже наш царь, великий Петр I, также посещал Величку. Шахты также используются в качестве санатория для лечения легочных заболеваний. И также там проводятся различные спортивные и развлекательные мероприятия, например, концерты. На экскурсионном маршруте в соляных шахтах вы можете увидеть различные механизмы и инструменты, которые использовались при добыче. Труд шахтеров был всегда сопряжен с опасностью. Пожары, обвалы, затопление шахты. Добрым духом шахты являлся казначей. Но также и покровителем шахтеров являлась святая Варвара. Самой тяжелой и самой высокооплачиваемой работой в шахте было выжигание метана в потолке штреков. Такие шахтеры называли скающиеся грешники, потому что им приходилось ползать на коленях по полу штрека с выставленным вверх горящим факелом. И как только этот горящий факел касался метана, происходил взрыв искусства, эта работа заключалась в том, чтобы взрывать газ по частям, чтобы избежать большого взрыва. Неудивительно, что при такой опасной работе шахтеры при встрече с друг другом желали Бог помощь, сжечь Божие по-польски. Поэтому и мне остается пожелать вам Бог помощи в вашем путешествии.